Тарас Семенюк спрашивает, значит, политический опыт у Зеленского нет политического опыта, ему ставят это в вину. Ну, интересная тема, Тарас. Давайте посмотрим, что такое политический опыт у политически опытного политика Пороша. Есть опыт каких-нибудь дипломатических побед? Нет, к сожалению. Есть опыт военных побед? Нет. В общем, все довольно печально. Ну, я имею в виду вот это направление российское. Есть победы предопределенные. Вот с Томасом, ну, победой это нельзя назвать, это было скорее, ну, некоторый компромисс, что ли. Попытка действительно побороться с расколом, который Россия вносила очень искусственно. А там же ведь такая ситуация, значит, человека, лидера окружают вначале сторонники, команда, которая дружит, любит друг друга и вместе что-то там решает. Со временем эта команда, что естественно, начинает конкурировать друг с другом, люди конкурируют. И руководитель, глава, так сказать, этой команды, вот он регулируют эти отношения. Самый творческий, самый способствующий там решению сложных проблем момент, это когда команда только возникает. А дальше интриги, хитрости всякие. Вот ситуация становится пластичной. В стране, в момент, когда возникает эта команда, когда возникает идея, возникают предложения, как решать те или иные проблемы. Вот, а потом все так костенеет, и уже там и глава команды, и члены команды просто занимают круговую оборону, пытаются сделать все возможное для того, чтобы, ну, ничего не менялось. Вот, Владимир Зеленский, его команда, это надежда. Ну, вот, пока мы видим, что в команду входят реформаторы, входят люди достойные уважения. И многие, кто его поддерживают, это люди достойные уважения. А эти парохоботы, которые всех начинают обвинять в чем-то, начинают бороться, там, мат, обвинения, угрозы, то, что они принесли в эту дискуссию, вот эти парохоботы, это, конечно, очень сильно дискредитирует Порошенко, дискредитирует власть, дискредитирует их методы работы. Очень большая надежда, что вот в первый момент, пока власть пластична и ситуация пластична, удастся сформулировать вот эти главные задачи, которые нужно решать. Ну, глядя на Грузию, я сейчас дал большое интервью, оно выйдет на следующей неделе, глафреду, это по поводу спецслужб. Глядя на Грузию, я начинаю понимать, что это, ну, вот основная проблема, которую Грузия решала сначала спецслужбы, потом суды, политическая власть, потом, собственно, существует механизм предотвращения коррупции, сделок. Начинать надо со спецслужб. Это не очень приятно, это выглядит не очень демократично. Вот, но это решение проблем. Можно призывать полицию не брать взятки, но лучше создать механизм, когда каждая взятка, каждое, там, нарушение закона, каждое преступление будет очень быстро, эффективно и стопроцентно наказываться. Вот. Ну, реформа экономики. Безусловно, то, что возникло сейчас в экономической структуре, где те же спецслужбы, бандиты, чиновники контролируют, крышуют бизнес, отнимая, собственно говоря, каждый, может быть, понемногу, но, хотя там есть кто-то, кто отнимает много, отнимая у экономики Украины ресурсы, ну, и наносят ущерб экономике Украины, безопасности Украины. Значит, ну, нужно решать эту проблему. Это основная проблема, и это, значит, и структура экономики, избавление от олигархов, введение конкуренции, привлечение инвестиций, ну, и отстранение олигархов. Что значит отстранение? Это значит лишение их права уникального владения или управления ресурсами. Если есть кто-то, кто может, например, одесский порт более эффективно им управлять, ну, должен попробовать, должен, во всяком случае, участвовать в конкурсе на исполнение этой функции. Война, вооруженные силы Украины, ну, необходимо реформировать срочно. Мы знаем много исторических примеров, когда армия страны возникала вот в этот переходной период, в течение месяцев. Возникала армия, стране нужно было себя защищать, появлялась армия, появлялись молодые руководители, молодые генералы. Пять лет. Пять лет прошло, и армия, ну, какие-то реформы там существуют, какое-то вооружение, но те же толстопузы и советские генералы всем этим руководят, причем еще и подворовывают, еще и зарабатывают на этом. И армия не превратилась в, там, оплот безопасности государства. Ну, нужно... Ну, и таких задач несколько, их надо решать, и для этого опыт, возвращаясь к вопросу, с которого начал, опыт выживания вот нынешнего президента Порошенко, он скорее отрицательный, это скорее способ не решать никакие проблемы, чем что-то сделать позитивное. Пока это. Субтитры создавал DimaTorzok